Постоянная тяжесть в анахате. Это где? Два года слушаю шумное очищение анахаты, для любви, для сердца, прошла четвертую ступень, делаю практику, но все равно тяжесть. Так вам нужно было пройти первые три. Вы зря прошли четвертую, а то вообще ваша анахата там разорвется на немецкий крест. Переходите к первой ступени. Не нужно переплют. Вы просто не понимаете, что геометрию изучают с того... Вот знаете, человек приходит и говорит, я хочу изучать геометрию. А я этому человеку начинаю говорить, тебе придется изучать буквы. А человек говорит, но я буквы не хочу. Геометрия это же цифры. Давайте начнем с цифр. Я говорю, нет, для того, чтобы понять цифры, нужно перед этим понять буквы. Вначале ты выучи буквы, потом мы изучим, как они складываются в слога, изучим системы припинания, после этого откроем книгу геометрии, начнем по буквам складывать тексты, которые будут объяснять, что такое геометрия, а потом уже стрелочки рисовать и отрезки и так далее. Человек говорит, да не нужно мне это все, чепуха. Я хочу сразу научиться рисовать и вот хочу сразу геометрию, давайте все, мне с геометрией. Я очень часто это говорю. Нельзя, нельзя перепрыгнуть. Нельзя перепрыгнуть. Необходимо все последовательно изучать. Эзотерика, она изучается последовательно. В нашей школе используется еще и определенная идея, которая называется персональная передача между учителем и учеником. И она просто не возникает, если человек прошел четвертую ступень, там очищала на хату и так далее. Чепуха все это. Оскорбил сам себя, да? Люди пишут очень часто. Андрей Андреевич, я слушаю коды. Я слушаю коды на продажи в магазинах. Вернее, я слушаю шумы на продажи, на увеличение продаж в магазины. А в магазине продажи не увеличиваются. С чем это связано? Дело в том, что шум сам по себе не имеет никакого значения к продажам в вашем магазине. Когда вы слушаете шум, то в вашем энергетическом теле начинают формироваться определенные завихрения, которые начинают притягивать совпадения, которые притягивают из окружающего мира в вашу жизнь или в ваш магазин потенциальных клиентов. Но когда вы слушаете шум, то это все начинает работать. Когда оно начинает работать, то оно расходует энергию, которая называется ваша психическая энергия. Данная энергия возникает в случае, если человек в жизни получает удовольствие, радуется, восхищается. В случае, если это у него есть, то тогда это расходуется. Тогда он это расходует. А в случае, если у человека нет продаж, скажите, он все время находится в состоянии нехорошем. То есть он расстроенный, опечаленный чем-то, ему же необходимы деньги. Он психическую энергию тратит на свое беспокойство. На то, что он ночью переживает, днем нет продаж, нечем платить. После этого, как спасение, начинает включать коды или начинает слушать шумы. И у него включается вновь расходование психической энергии. И после этого шум просто не срабатывает. Почему он не срабатывает? Нет топлива для того, чтобы этот шум сработал. То есть если шум генерирует, а генератором являетесь вы, то ваша психическая энергия является фактическим топливом для работы вашего генератора. А так вы генератор приобрели, вернее, код для генератора, ключ для генератора приобрели, начинаете его слушать, генератор включается и гаснет. Почему? В него необходимо добавлять психическую энергию, а топлива, к сожалению, нет. Я хочу вам сказать. На вопросы подскажите, как эзотерически вылечить ЖКТ, тиреогид, эпилепсию и так далее, я хочу вам сказать. На эти вопросы вы можете дать себе ответ, в случае, если вы пройдете мой семинар, который называется «Эзотерическое целительство и эзотерическая гомеопатия». Первая, вторая и третья часть. Вы это можете сделать прямо сегодня, прямо не выходя из этого сайта Дуйко Гуру, и приобрести этот семинар и вылечить себя самостоятельно.